Будучи жильцами общежитий, граждане занимали комнаты на основании договоров найма и оплату за свою площадь осуществляли в соответствии с данным документом. После перевода общежитий в статус многоквартирных домов с коммунальными квартирами изменилось и начисление платы за содержание жилья. Как сказано в ЖК, граждане обязаны оплачивать жилищные и коммунальные услуги в соответствии с занимаемой жилой площадью и с имеющимися в коммунальной квартире местами общего пользования. Распределяются они к основной занимаемой жилой площади каждой комнаты пропорционально занимаемой площади. Таким образом, что общая площадь всей коммунальной квартиры делится на общую площадь жилую комнат в этой коммунальной квартире. В результате появляется коэффициент. Данный коэффициент умножается на площадь жилую каждой из комнат в данной квартире. Именно такое количество квадратных метров добавлено на каждый лицевой счет. Так как все квартиры разной площади, то итоговая цифра в каждом доме отличается. Данные изменения нашли отражение в платежках, которые жители получили в первых числах ноября. То, что для начислений добавлены дополнительные метры, жители смогли увидеть, сверив площадь, указанную в квитанциях, цифрами в договорах соцнайма или в свидетельствах регистрационной палаты. В основном гражданам добавилось от 5 до 12 квадратных метров место общего пользования. Если в среднем стоимость квадратного метра жилья составляет 25 рублей, то по первой строке платежка увеличилась на 250 рублей. Что касается коммунальных услуг, то все многоквартирные дома оснащены общедомовыми приборами учета, которые фиксируют количество ресурсов, потребленные домом. В этом отношении в связи с появившимися новшествами ничего не поменялось. Однако коммунальные услуги, потребленные на общедомовой нужды, начисляются в соответствии с занимаемой площадью. Поэтому ОДН было начислено и на добавочные метры мест общего пользования. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, НашГород.